Я молод Употребление такая штука, что сначала, когда ты начинаешь употреблять, ты можешь бросить поначалу, но не хочешь на тот момент А потом, когда по мере того, как растет толерантность, растет срок употребления, ты уже хочешь, но не можешь уже все с этого поезда, грубо говоря, выйти, ты уже не можешь и ты в нем постоянно находишься Прекратить употребление не так сложно, я, наверное, чемпион мира был по бросанию употребления наркотиков, а вот не вернуться к употреблению, это гораздо, да, сложно Бросать мы все могли, там, наркоманы, игроманы и так далее, каждый день я бросал, да, на протяжении, там, после первых трех лет четырех употреблений, я бросал в следующие, там, шесть-семь лет я бросал каждый день, практически каждый вечер Я думал, что я брошу, но на следующее, буквально, утро я возвращался к тому, что я начинал употреблять Первая мысль — найти денег на очередную дозу Обычно, когда получается, я оставляю наркотики на утро, но вчера еле нашел на одну дозу У мамы и родных нет смысла просить, все возможные манипуляции я уже использовал, они уже мне не верят Но на всякий случай пытаюсь с утра надавить на жалость, прикидываюсь со всем умирающим и желающим бросить Говорю, что уже все, не могу так жить, но мама через это уже проходила, уже не ведется на это Я злюсь, очередной скандал, виню ее во всех своих бедах Я понимаю, что ничего не получу и ухожу из дома Звоню своим соупотребителям, вместе нам легче найти дозу Я вот нахожусь в городе, мне плохо, мне плохо физически, мне плохо эмоционально Просто вот конец света для меня, мне, наверное, умереть в тот момент проще, чем это пережить состояние Когда такая безвыходность, что не знаешь уже куда податься, что нет возможности приобрести наркотики Нету возможности найти деньги При всем при этом фоном идут из-за употребления проблемы, которые связаны с семьей, социальной какой-то сферой, финансовой Нужно долги отдать, нужно третье, четвертое, десятое И в этот момент ты стоишь весь вот такой одинокий, настолько одинокий, что твоя семья тебе не близка, твои друзья тебе не близки В тот момент ты один на всем белом свете такой Нету ни бога в твоей жизни, нету ни семьи в твоей жизни И ты вот в этом одиночестве стоишь, дотуриваешь последнюю сигарету из пачки и смотришь на людей и думаешь, как вот они живут Как же хорошо им, что они просто живут, что они вот радуются жизни, что они идут на работу, что они улыбаются, что они приходят домой, что они едят, что они общаются А ты вот такой вот один одинокий стоишь, умираешь на ломках и не знаешь, куда деться, и не знаешь, закончится ли это когда-либо в твоей жизни Звоню коллеге, мы с ним хорошо общаемся, говорю, что я не могу приехать на работу, прошу его заменить меня Объясняю это тем, что занят домашними делами Взял и обманул его А вдруг он поймет, что я врал Эта мысль не дает мне покоя Одолевает волнение, страх, тяга к употреблению Но он не узнает, что я его обманул, кто ему об этом скажет Проходит время, и он приезжает ко мне домой и узнает правду Дома до меня нет и дел никаких срочных А занят я поиском наркотиков Стыд, тяга, неловкость и вина Наша вера, она усиливается надеждой Человек, который находится в этом омуте наркозависимости, он теряет надежду И мне вот видится то, что человек в зависимости находящийся, он идет по пути самоубийства Потому что он убивает свою волю А там, где нету воли, нету свободы Нету свободы выбора Скорее всего, тебе нужно какие-то долги за предыдущие отдать Вчерашние, позавчерашние употребления, если ты каждый день употребляешь Если в лучшем случае тебе не нужно с утра искать, чтобы отдать долг Тебе нужно искать деньги на то, чтобы употребить Грубо говоря, вот закладки там, те же не можешь найти, да И вот все, безумие, ты вот уже У тебя уже нет другой возможности найти наркотики, употребить И ты стоишь, топчешься на четырех квадратных метрах И ищешь, просто копаешь Или просто бесишься, с ума сходишь И не можешь ничего сделать для того, чтобы употребить И в такие моменты, я вот помню, да, я там доходила до того Настолько извращенно было мое вот это подход к употреблению Что я молился Богу, да, чтобы Он помог мне найти ту же закладку Употребить и так далее и тому подобное Когда употребишь, нужно потом еще и стать поводом Ну, в моем употреблении так было, чтобы как-то повод найти Чтобы прийти домой было меньше скандала и так далее Потому что вот, например, моя семья до последнего, да, не принимали то, что я там наркоман и так далее Не опускали руки, боролись, да, со мной И мне вот это вот мешало, да, на самом деле употреблять на тот момент Нахожусь у соупотребителя дома Ищем денег, найти не можем Нам уже никто не верит Долго в море И тут мысль, говорю ему Надоело так жить, мучиться Семья моя разрушается Он согласился, мы пожали руки и разошлись А я думаю, вряд ли он сможет бросить Но я смогу точно Напряжение и страх Где-то мелькает мысль Сделаю разок и буду контролировать До такого дна я уже не опущусь У меня ведь есть теперь опыт Я знаю, как опять не попасться Три дня я держался, не звонил ему Потом не выдержал и мы встретились Кругом долги и проблемы А деньги найти надо За копейки продал машину И все опять пошло кругом Ущербность и боль Вера дает надежду Она дает основу для изменения Но у человека, у которого свобода воли подавлена Очень трудно, это очень трудный путь Обрести вот эту свободу через веру Вера помогает человеку измениться Но вопрос, насколько будет сильна эта вера в человеке Я похоронил многих своих друзей Но новая компания всегда найдется Сегодня, скорее всего, кто-то поедет в Сочи Там дешевле Скинулись все, я достал 2000 Другие ребята тоже нашли деньги Кто-то из друзей будет ждать на границе А я поеду, возьму лекарства и обратно Обычный такой день наркомана Это утром проснуться Утро это там 8-9 утра Там кто-то 10-11, может кто-то в 12 Искать деньги с утра Искать возможность купить, приобрести наркотики Если нет возможности приобрести в Абхазии И ехать в Сочи Само употребление наркотиков Это настолько туннельное мышление Настолько это одержимость такая Компульсивность вот этих мыслей То, что видишь только результат Видишь только употребление Видишь только иглу, которая в конце И состояние, которое будет после употребления А все остальное, там, последствия Какие-то правонарушения Семьи, друзья, общество, здоровье Это все как бы уходит на второй план Это все забывается быстро и так далее Страх, он, конечно, есть Думая о том, что могут задержать Но эта поездка мне нужна Без наркотиков мне еще хуже Вспоминаю, как я, наверное, приходил И говорил там неоднократно Что я там выпивший Третье, десятое Это если о таких-то примитивных моментах говорить А чаще всего это происходило Из-за того, что я мог Я защищал свое употребление И защищая свое употребление Я там могу приводить какие-то доводы Что это из-за того, что у меня нет работы Из-за того, что у меня судьба тяжелая За то, что у меня кто-то из друзей умер За третье, за десятое В семье разлад какой-то В стране нечего делать В мире нечего делать Постоянно как бы находились причины Которые как бы мне давали разрешение Употребить как бы ситуации Которые я не мог пережить, да В трезвости Моя голова больше ни о чем думать не может Полит все Тело ломит Это сложно описать просто словами Страх ломок сильнее смерти Взял закладку Еду обратно На границе кажется, что вот-вот остановят Но я вижу свет в тоннеле Я сейчас перейду А там все закончится Употребим И на сегодня можно жить нормально Вообще Я полагаю, что любая зависимость Будь то наркомания, алкоголизм, игромания и так далее Это все Большей части это врожденные Такие болезни, которые Проявляются это все в душевной какой-то пустоте В неумении, да, принимать жизнь такую, какая она есть Первые там последствия от употребления Уже начинались там первые полугода И так далее, когда я там Курил план и так далее И тому подобное Уже были последствия какие-то Которые отражались на моей жизни На жизни моих родных Из-за употребления там Вне зависимости Там курил я план и так далее Просто Когда более тяжелые наркотики Это более тяжелые последствия И быстрее это все приходит Сейчас самые близкие люди Мои соупотребители Никто кроме них не знает моей боли Не знает моего одиночества Только они придут ко мне на помощь, когда мне плохо Потому что он не знает, каково это Вообще любой наркоман по своей сущности Природе своего характера Это такие эгоцентричные Ну я за себя точно скажу, что я очень эгоцентричный человек Эгоистичный И мой эгоцентризм так Располагает тому, что мне всегда казалось Что вот со мной такое не будет Когда мне говорили, когда я там начинал план курить Что типа тебя это доведет до того, до того Ты будешь колодца, ты будешь третье Ты будешь дома воровать У тебя будут там проблемы с правоохранительными органами И так далее Мне казалось, что вот Это ваша история, это не моя со мной Такого никогда не будет так же И с употреблением, когда я там употреблял Уже тяжелые наркотики От которых легко можно умереть Мне всегда казалось, что со мной такого не произойдет Это так же у меня и в игромании проявлялось Так же это и в вождении за рулем у людей появляется И у меня раньше проявлялось Что со мной этого никогда не будет Это мой эгоцентризм Который вот Казалось мне, что я вот не такой, как все Я такой же человек Живой, как и все прочие люди И передо мной точно такой же выбор происходит Как и перед всеми остальными И безусловно То, во что я верю Я в этом отношении всегда ищу Обоснование своей веры Почему я должен так жить Почему я должен так поступать Я вам признаюсь в том, что Именно в церкви В то начало своего сознательного пути к Богу Я обрел очень много проблем Но тот вопрос, который я ставил перед собой Для чего я хожу в церковь И зачем я должен искать веру Вот поиск на этот вопрос Давал мне всегда силы Продолжить этот путь И укрепляться в вере И по сей день Я испытываю мы, как и все прочие люди Но скажу по правде Да, мои отношения с Богом Мое доверие Богу И моя вера к Богу Дает мне силы Уходить от вещей Которые могут разрушить Мой мир и мою свободу духа И свободу моей личности Собралось нас человек восемь Уже в сухоме Наркотика достаточно Уже очень поздно Мама несколько раз звонила Но домой совершенно не тянет Настроение лучше И общее состояние тоже Так как я большую часть времени Занимался поиском денег Или наркотиков Мне вот в этот момент Когда я в этом абстракции Такой нахожусь Или в портале Когда я этим занимался Что мне вообще без разницы было Что там люди подумают И так далее Это же употребление Это безумие на самом деле Потому что безумие заключается В том, что я знаю Что будет Я знаю, что за меня подумает сосед Что за меня подумает друг Что за меня подумает то Я знаю, что может произойти Но тем не менее Я делаю это из раза в раз И сейчас я все же понимаю Что нахожусь в ужасном капкане Из которого самостоятельно Выбраться уже не смогу Бывали мысли такие Что там Вплоть до суицида Самоубийства и так далее И такие мысли тоже посещали меня Естественно И вот это наверное Самая крайность Что может быть Или когда я там дома На родителей Из-за того, что мне мать Деньги не давала Или что-то такое Когда я орал дома на мать Когда мне там Когда мне мать с утра Побудила меня там Вставай сынок Иди делами там занимайся А я орал дома на мать И говорил, что Я не хочу ни делами заниматься Я не хочу ни солнечный свет Не хочу ни семью Не хочу ничего Я просто хочу там Умереть И просто Чтобы меня оставили в покое Чтобы со мной Никто не разговаривал И так далее Отсутствие того Что человек не хочет Найдя в себе какую-то ошибку Попытаться исправиться Вот это является Претворечащим христианству состоянием Например Когда Иуда Предатель Христа Который был апостолом Учеником Иисуса Христа Предав Его Пошел И повесился Он не нашел в себе силы Попросить у Бога прощения Он осознал Что он совершил Преступление Что он предал Учителя своего Но он Не попытался Попросить у Бога прощения Чтобы измениться Чтобы измениться Выйти из этого состояния И вот в этом состоянии Отчаяния Он идет и совершает грех Самоубийство Он Больше не видит Никакого выхода Это Это очень страшное состояние Это великий грех Потому что он Не принял для себя Возможности Быть прощенным Богом А завтра Опять начнется То же самое Боль Поиск денег Употребление Пустота Начиная от вот этого места Которое мы даем Сейчас я вам даю интервью Заканчивая Очень многими Разрушенными зданиями Очень многими Заведениями Очень многими Квартирами Друзей Домов И так далее Сейчас я не вижу Здесь сидя здесь Или проходя здесь Я не вспоминаю Как я здесь употреблял И так далее А вот слушаю Сейчас чайки играют На фоне Он что-то крякает И так далее Море И так далее Погода хорошая И мне вот Не хочется Не вспоминать И не вспоминается То, что было раньше Я это уже пережил И это было больно Переживать Да, были там Когда первое время Бросил и так далее Эти воспоминания Постоянные И так далее Напоминания Но я это все пережил Это все отпустил Меня это больше не гложет Как бы У нас просто В нашей стране Очень ложные стереотипы Заложены Заложились Это показатель В основном Таких неблагополучных стран С низким уровнем Социального развития Вообще Развития Всецело Это Не хочется Говорить так Другого слова Подходящего Нет Это порог Таких Нищих стран Нищих стран Нищих Не только В плане Финансов И каких-то Нищих Морально Нищих В образовании В искусстве И так далее И тому подобное Хотя Наша страна Очень богата Очень большой пласт Истории у нас есть Много чего У нас Культура есть Такая У нас есть Необыкновенная земля У нас есть Необыкновенные возможности Но происходит То, что происходит К сожалению К сожалению Человек Не знает Закона Божьего Не знает Заповедей Которые являются Той самой Инструкцией Жизни На этой земле Если человек Не поступает По этим инструкциям Он превращается В животное И в этом мире Идет борьба Где должен Сильнейший победить И мы не знаем Это добро побеждает Или зло побеждает А заповеди Нам дают Четкое определение Добра и зла Белого и черного Добра и зла